В островной столице стартовал отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Обилимпикс». Его проводят на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Представлять островной регион будет 31 конкурсант. Подробнее расскажет Дмитрий Петров. В аудитории полнейшая тишина. Ничего не должно отвлекать конкурсанта от выполнения задания отборочного этапа национального чемпионата «Обилимпикс». Чтобы подготовиться к нему, у студентки первого курса с Сахалинского техникума сервиса Полины Заяц было всего две недели тренировок со своим наставником Ольгой Бояркиной. За три часа она должна будет изготовить женские брюки. Женские брюки с накладными, прямые брюки с накладными карманами. И она должна уложиться в это время. «У нас есть определенный размер. Это 44 размер, потому что у нас манекен Моника. Она соответствует именно параметрам 44 размера. И по окончании работы Полина должна одеть брюки на манекен. И тогда уже будет проходить это оценивание». Отборочный этап к национальному чемпионату профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на Сахалине проводят по трем категориям – школьники, студенты и профессионалы. Первенство проходит на девяти площадках региона по 19 компетенциям, среди которых швея, гончарное дело, ландшафтный дизайн, бисероплетение и другие. «Оценивают работу конкурсантов сразу пять судей. Причем в дистанционном формате, с помощью веб-камер. Они наблюдают за каждым действием участника. Причем трое судей находятся в различных регионах России, а главный и его заместитель наблюдают из Москвы». Соревнования в очно-дистанционном формате на Сахалине завершатся 30 сентября. Итоги отборочного этапа «Обилимпикс» проведут в конце октября, когда завершатся московские соревнования. «Все они в каком-то плане в обилимпиксе равны. И нозологии не делят абсолютно. То есть сейчас на площадке, например, там по швея слабослышащая девушка, школьница выступает. Ей конкуренцию может составить соматическое заболевание. То есть, например, почечная недостаточность. Или ребенок, у которого ментальные нарушения. Они все в одной линейке. Их судят по одним критериям». Финал «Обилимпикса» пройдет в Москве с 20 по 23 октября. Представлять Сахалинскую область поедет 31 человек.